В Северодвинске назвали лучшего среди уборщиков территории. Самого исполнительного дворника выбирали среди 13 управляющих компаний города. Как оценивали и какими должны быть идеальные дворы в зимнее время, узнал Николай Цып. Сегодня к работе Любови Казаковой особое внимание. Увидев микрофоны и телекамеры, жители этого двора не упустили возможность похвалить своего дворника. С самого утра все поребрики вычищены. По дороге ходим свободно. У меня тут мама пожилая, мы с ней гуляем без проблем. Так что очень признательны нашему дворнику. А каких усилий стоит такая чистота, особенно зимой? Например, чтобы тротуары содержать, что называется, подскребок, приходилось и машины жильцов эвакуировать с помощью полиции. Пусть обижаются, пришлось ГАИ вызывать, потому что надо чистить, с подъездов жалуются, потому что я же не буду ждать, когда она отъедет, и сами знаете, целыми днями стоит. А в этом году зима такая, что ой-ой-ой, снегу очень много. Приходим, вот с пол шестого прихожу на работу, и бывало в пятом часу ухожу, даже без обеда. Но осадки – это, конечно, отговорки, говорит дворник. За 20 лет работы каких только сугробов не повидало. Главное правило – любить свою работу и не запускать участок. Тогда и льда не будет. Качество уборки дворов сегодня проверяла специальная комиссия конкурса. Оценивали работы по девяти критериям. Крыльца, подходы к крыльцам, это однозначно, они должны быть подскребок. Тротуар, если он тротуар, он тоже должен быть подскребок. Бортовой камень видим, скамейки должны быть чистые, и подход, и вокруг скамейки, чтобы человек беспрепятственно мог подойти. Урны должны быть чистые. Победитель станет известен уже на днях, но награждать лучшего дворника Северодвинска будут по традиции в День работников ЖКХ. Николай Цып, Регион 29.